и снова здравствуйте всем привет и так давайте в этом ролике разберемся значит как привязать бронежилет и как его настроить так закидываем сюда файл импорт бронежилет партнете сейчас найдем так импорт ops так тут все иначе да так 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 pbx и тл mount center вот он ops и находим где он находится так находится он в игрушке до экстракт так вот такой на скорую руку значит сделал я бронежилет g подводим к нашему персонажу вот сюда назначим ему какой-нибудь материал пускай пока будет зеленый темно-зеленый допустим можно кофейный такого оп нормальный такой цвет set origin геометрии чтобы лучше его перетаскивать с английская по отгадываем и нужно значит нашего персонажа вот этого поставить в т позу заходим в post mode выбираем английская а находим что у нас тут логистика нам нужен таймлайн так теперь значит alt g alt r так персонаж стал заходим в object mode выбираем наш бронежилет подгадываем его под нашего персонажа так sss ну как бы так бы да должен он его защитить по любасу должен так смотрим чтобы он как бы и спину прикрыл да ну такой прям нормальный жилет немножко его конечно нужно двинуть на спину вроде бы все перекрывает немножко конечно его тут еще нужно выровнять вот так вот где-то так теперь ему можно шейдер смут сделать и давайте его привяжем к персонажу сделаем control p white automatic widget так теперь смотрим бронежилет находится на нашем персонаже вот такая штука да так теперь что еще можно сделать выбрать бронежилет немножко тут подвигать вот таким образом ну чтоб красиво было да так тут он тоже немножко где-то как-то чего-то куда-то это сейчас все подтянем так ну и наверное все таки пусть будет зеленый такой темно-зеленый как в нормальных игрушках да так теперь а ну-ка g выравниваем выравниваем подгадываем так а ну-ка r можно немножко перекрутить давайте зайдем скульп нот тянучку поставим и это тянучка значит тут его как бы докорректируем вот так вот так смотрим где что да как так вот здесь вот чуть потянуло вернем и на плечо пусть не залазить сильно да вот здесь вот может чуть чуть сильнее залазить так воротник у него шикардос плечи прикрывает пуля не пробьет в принципе все как бы зашибись да так тут еще у живота чуть чуть у брюха немножко его тут ага многовато ну чуть чуть как бы уменьшим по талии да вот так вот и тут теперь такой вопрос значит есть бронежилет он привязан как его настроить а настроить его точно так же настраиваем как и вот эту винтовку она видимая потом значит на нем становится вот это видимое в руках это становится невидимое то бишь смотрим этот ролик повторно и теперь значит закидываем сюда импорт фб x где тут находится знак новая игра находим знак брони которую тоже нужно будет настроить потом значит каким образом нужно ее будет настроить чтобы ее можно было брать да так что тут такое давайте 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 удалим какие-то штуки выберем броню зайдем в edit мод выберем L так ну давайте сначала L весь круг сделаем ему новый материал присвоим назначим белый и потом сделаем control и сделаем второй материал это будет тоже зеленый цвет допустим раз и темно-зеленый и тоже присвоим так заходим в опыт мод и вот у нас знак брони да неказистый но в принципе симпатичный да вот такая штука можно кант сделать ему не белый допустим а красный вот уже как бы получше броня она такая офигенная вот и значит настраиваем броню точно так же как настраивал вас вот эта винтовка так добавляем shift а сочетание клавиум добавляем так 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 чтоб добавить давайте добавим конус тройка на нампаде вот такой вот конус так его уменьшим и подставим его где-то вот к нашему персонажу ну чтобы он хорошо его как бы брал да и снизу и с земли или допустим когда есть анимация где персонаж будет нагибаться то тогда можно крепить его как бы выше да и он нагинаешь будет соприкасаться с этим предметом и как бы его забирать ну пока у меня нет такой анимации я его просто использую вот в таком вот варианте так прикреплю я вот этот торус прикреплю сразу хитбоксу ctrl p сочетание клавиш object так теперь если мы включим p и когда мы пойдем вы видите что торус идет впереди sky нажимаем все нормально так теперь настраиваем значит что у нас делает вот этот торус он у нас делает коллизию тот то бишь соприкосновения так находим коллизию так так подождите давайте начнем с винтовки вот этой выдвинем вот это вот окошку боковую и создадим вот это game properties назовем его давайте ружье enter переименуем вот эту штуку тоже назовем ружье чтоб понимать да и вот это ружье тоже назовем ружьем но только 001 пусть так и останется так есть такое дело теперь это окошко нам не понадобится название у нашего предмета есть так теперь вот значит у нас торус создает коллизию создает коллизию с чем с ружьем так и отправляет сообщение так где у нас тут message отправляет сообщение кому сообщает ружью 001 а задачи ну допустим можно назвать задачи ну пусть будет первая задача номер 1 да и это дело мы все соединяем так также значит торус торус вот этот он сообщает посылает еще одно сообщение на вот эту вот эту вот винтовку давайте тоже добавим еще один message и добавим значит здесь ружье просто ружье и значит задача тоже 1 так теперь у нас получается здесь настройка есть соединяем ее вот так вот получается у нас при столкновении с объектом значит вот этот торус сообщает значит одному ружью и второму ружью ну одному предмету который должен появиться а другой предмет который должен исчезнуть да вот он им отправляет сообщение так торус чтобы все работало надо ему поставить физику это будет сенсор вот здесь вот ставим физики сенсор так с этим делом все настроено следом вот эта винтовка настраивается она получает значит сообщение это то бишь сообщение 1 и что она должна сделать она должна появиться и так выбираем теперь здесь висели бики вот вверху если у вас не появится крутите колесико значит вы высоко подняли вот это окошко видите ее нет значит нужно колесико прокрутить и будет вам счастье вот висели бики что это такое это значит видимость значит ружье от сенсора ружье получает сообщение что оно значит должно быть видимым вот так вот вот видите стоит visible visible значит оно видимо но оно должно до этого момента быть невидимым значит берем так always всегда постоянно и ставим значит тоже вот эту висели бики висели бики и ставим ее невидимым вот всегда этот предмет не видим до момента пока значит не получит сообщение что он может проявиться так надеюсь это понятно да так теперь смотрите когда у нас вот этот сенсор прикасается к предмету он отправляет ему тоже сообщение это значит мессендж вот с той же командой единица и что он должен так вот этому сенсор вот этому ружью уже сказал и теперь вот говорит вот этому ружью мол выполни задачу исчезни и вот он должен опять же висели бити вот этот он должен быть а это я вибрацию включил похоже так висели бити и значит он должен стать невидимым ну потому что я его беру тот появляется это должен исчезнуть ну он становится невидимым да и это и это сообщение значит говорит ему что он должен еще edit object исчезнуть это значит end object да и тоже сообщение ну соединяем эти два значит сообщение вот это ружье по и так это ружье получает сообщение от сенсора вот от этого что значит оно должно исчезнуть вот оно значит висели бити и ну как бы стать невидимым и исчезнуть полностью из игры да чтобы не мешаться как бы есть такое дело и что еще должно происходить вот у нас у этого ружья вот у этого ружья стоит значит где он тут у нас always до момента получения сообщения он значит невидимый а вот этот ствол до момента получения сообщения видимый надо зеркалку сделать тоже always он постоянно эти можно уже закрыть он постоянно висели бити видим вот он до момента получения сообщения он должен потом значит вот это исчезнуть так есть такое дело запомнили да есть такое дело и значит торус торус тоже должен как он ну не будет вот так он постоянно видим значит мы ему ставим что опять же always и ставим ему значит мэсэнс даже не мэсэнс а эмоцион не висели бити во мы ему ставим опять же висибилики и ставим невидимость он постоянно должен быть невидимым так ну проверяем что получилось так значит английская п винтовки у нас нет так винтовка вот она да и эта винтовка прикрепилась на вот эту на это место появилась да но мы вот этим значит торусом должны еще совершить одно действие нажать клавишу какую-то правильно взять вот этот предмет значит добавляем мы сюда кейборд вот этот надо было его раньше надо добавить добавляем сюда ему действие значит что он должен сделать при нажатой клавиши е допустим или другой клавиши он должен подключиться и сделать вот это действие невидимым и видимым да вот этим ну удалить и скрыть объект вот вот это верхняя полоса так проверяем так так значит W он идет E торус тут тут почему винтовка видна а ну-ка P так почему-то винтовка видимая так а ну-ка давайте сразу винтовку привяжем еще сейчас это разберемся так выбираем винтовку и надо выбрать через shift rig зайти в post мод выбираем любую косточку ну вот где будет винтовка да крепится и делаем ctrl p это будет бон теперь если персонаж будет ходить смотрим а ну-ка P английская вот он раз идет уже с винтовкой так почему винтовка значит видна проверяем врубаем винтовку так постоянно не видна при получении сообщения она значит становится видимой ну все правильно так проверяем тогда торус тут мессендж ружье все подключено мессендж невидимое и тогда я ошибся значит я подключил вот эту клавишу значит кейборд не туда я ее должен подключить на торус и получается добавляем кейборд добавляем значит это дело вот сюда наверх к соотношениям где сообщение о получении из так и ружье один это здесь ставим клавишу е enter так теперь проверяем значит ставим п так вот ружье то не появляется а ну-ка походим ничего не происходит винтовка скрыта все правильно и нажимаем теперь клавишу е и что то он эй аллоу сейчас будем решать этот проблем я первый раз так быстро сделал башка так работала а сейчас что то а ну-ка это торус сообщает а во клавиша спала не надо жать enter бывает у меня такая штука а ну-ка p w и e все я взял и сзади появляется винтовка все настроено вот из-за одной такой маленькой штуки когда ставите клавишу не надо enter нажать в верхней в верхнем окне можно нажимать enter да и вот допустим где е вот здесь я могу ее назначить shift е так это на английский надо переключиться shift е и делаем enter вот я ее назначил чтобы узнать что это клавиша е а так я назову просто наверное ружье действие да взять взять во чтоб потом можно было с закрытой штуки вот этой видеть что это а это что-то берет это клавиатура да это значит на клавишу назначена уже будете разбираться так значит так торус всегда не видим это вот always он всегда невидим веселье бите значит клавиша е посылает сообщение на ружье 001 что оно должно появиться и так же мессендж что ружье вот это вот один должно исчезнуть это уже в настройках ружья сообщения и в этом ружье вот видимость невидимость и тут тоже значит видимость невидимость стоит вот такая штукенция вот как оно да так ну вот это будет неинтересно согласитесь что ну давайте я вот так вам покажу крупно так допустим да английская и вот наш персонаж пошел вот если винтовка нам не нужна мы ее просто тупо не берем мы можем так же тут бегать по простым роликам но вдруг нам нужна винтовка да заходим и нажимаем подходим е вот так вот поворачиваемся е и у нас сзади появляется винтовка это уже другой вопрос как он будет ее брать в каком туре и стрелять это уже будет другой тур возможно возможно можно сделать анимацию где он из-за спины будет доставать эту винтовку будет анимация взять винтовку и анимация допустим бросить винтовку тоже там можно будет бросать что-то значит в играх да и получается тогда вот эта винтовка она будет как бы настроена на косточку чтобы была анимация да для анимации персонажа идущего допустим с винтовкой или стреляющего значит потом можно будет вот эту да нет ну просто настраивается предмет видимость невидимость все никаких но так ладно теперь не интересно будет если вот этот персонаж будет вот так ходить да и предметы не будут крутиться давайте заставим вот эту винтовку вот эту вот винтовку крутит и так значит что нужно сделать значит нам нужно на хитбокс вот здесь вот поставить что коллизию до ставим коллизия ставим ружье 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 и раз ружье стоит на property то нужно добавить вот эту property то бишь кручение сюда ставим сюда мы ставим ружье сюда мы ставим ружье так или что а не сюда мы ставим кручение кручение enter мы ее не поставим пока мы на винтовку вот эту не добавим еще наверное одну вот эту штукенцию так не то вытянул вот сюда вот ружье и добавим еще одну кручение по моему так а ну ка щас тогда заходим на торус опять и здесь должна появиться ммм так с этим сейчас подождите значит вот эта винтовка должна крутиться чтобы она крутилась должна быть должно быть какое-то постоянное действие это будет always 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 этот always преследаем должен motion действие создать значит постоянное действие по z допустим кручение да л верхнюю отключаемость оставляем только вот по этой z оси тогда заходим на хит бокс так одежда создается круче я же создал кручение да ружье кручение так тогда значит значит по идее надо создавать накручение на оружие но этим должен почему-то управлять хит бокс ну ничего давайте попробуем как это значит кручение так если мы создали на хит бокс действие а правильно вот у него спик да действиями управляет значит хит бокс да непонятно в чем вот тогда получается кручение раз тут спик появился и это дело мы значит на коллизию соединяем и ставим допустим семерку enter это то бишь она будет крутиться со скоростью 7 но винтовки мы поставили по z 5 а это градусы поставили 5 градусов да так давайте зайдем посмотрим что-то я под конец немножко подзапутался пи ну в принципе чё да в принципе вот эта ось нормальна но наверное не по этой оси надо да а надо чтобы по кругу так крутилась так если это ось z тогда мы делаем по y смотрим вот на эту фигню ну как она называется и тогда здесь ставим 0 а здесь по y или по x а ну-ка пускай 5 да не 5 много наверное давайте 3 чтоб чуть-чуть крутилось а ну-ка пи во да по y и теперь наш персонаж может ходить и вот так вот будет крутиться полностью сейчас давайте поближе покажу и значит наш персонаж может тут так ходить а здесь может быть патроны крутиться также находиться только сообщение будет 2 если здесь сообщение 1 то 2 или пишите сообщение там допустим сообщение взять ну чтоб действие какое то ну можно писать 1 2 3 4 5 и сколько у вас действие столько и значит единиц этих двоих троих там и будет 2 0 5 2 и так как то или прям пишите взять оружие там полностью пишите ну надеюсь там так можно я не пробовал я и на танках так делал единицу так и значит смотрим пм все вот эта штука у нас крутится наш персонаж бегает как всегда красавчик так что он еще тут делает пробел прыгает вот на е он берет а на q он дерется еще значит нужно сделать когда он будет ударять рукой на руку прицепить какую-то фигню которая фигня будет действовать как торус и бить персонажа еще можно преследование зомби рассмотреть но это все будет дальше так что смотрите ролики так попробуем все это дело разобраться w и е берем ствол также можно взять пистолет который окажется допустим в кабуре которая будет на персонажа что еще может таким образом можно брать каску доспехи там всю фигню короче все что вам нужно да о спринтер какой и так вот такую информацию можно применить в броне но там только еще нужно будет подумать как настроить чтобы она от урона защищала это уже значит другая тема другие вопросы все всем пока до свидания